друзья всем привет это информационный такой видосик с мыслью о том что получится не получится поделиться так сказать с общественностью в течение двух месяцев я постепенно культивировал мыслю о том что надо надо работать с оловом потому что в германии работал с оловом очень понравилось надо к нам внедрять пошерстив наш рынок выбора олова именно вюртовского у нас немного цены на украинском рынке на вюртовская олова немалые обратился к жене кузовной ремонт германия есть такой канал на ю тубе собственно он-то меня и познакомил с оловом германии он говорит ну не вопрос как бы есть возможность тем более они с андрюха шадринска переправляют друг другу товары и образовываются нормальные цены для российского рынка то есть там довольны все через андрюху там идут перепродажи поставки как бы нормально он говорит если хочешь давай ну я тебе отправлю олова посчитаем сколько это стоит прикинешь как у вас на этом приват при этих ценах на рынке нормально зайдете не нормально зайдете и там потом будем определяться то есть можно потихонечку будет брать олова окей хорошо олова будем брать нужны гладилки нужны пасты нужны пасты термостойкие и так далее но не вопрос это тоже все можно переправлять доставка ездит все нормально окей по поводу практики говорю набить руку потому что нашу этом поработал раза четыре пять может оловом и все вопрос по поводу практики начинаем считать я могу в принципе к тебе приехать там на два-три дня с тобой поработать позаниматься ты мне оплатишь мои рабочие дни и как бы перелет я посидел прикинул ну получается исключительно его перелеты проживание в гостинице хотя бы два дня до чтобы он прилетел его движение по германии потому что вылетать надо из франкфурта чтобы дешевые билеты были плюс там питание всякие мои транспортные расходы я так прикинул меня получается 600 евро чисто затраты на то чтобы же не суда прилетел плюсом его два рабочих дня платить это еще 300 евро 900 я такой думаю да норма это еще не считая олова не считая там наждачки какие пойдут ну чисто расходники на для работы думаю блин дороговато ну я не потяну допустим отдать почти штуку евро за то чтобы же не прилетел и конкретно поставил мне руку направил на путь истины хотя я уже пробовал работать хотя бы какое-то понимание у меня есть дорого думаю не не потянул как бы нафиг надо может быть гима не там прилечу так где-то там что-то скользящего хочу посмотрю потом обсуждаем дальше говорит ну предложи говорит людям кто там у вас на украинской аудитории я говорит готов приехать то есть за те же деньги за все то же самое он приедет но чтобы как-то мне сделать скидку и говорит заодно там людей подучить говорит предложить допустим на группу в 10 человек от соберем группу раскинуть всю эту сумму на десятерых это же гораздо меньше ну само собой это гораздо меньше же гораздо интереснее больше чем 10 человек говорит я не потяну обучить целый день в течение полного рабочего дня ну каждому показать поставить руку объяснить как правильно как неправильно всякие нюансы говорит это мы сделаем говорит сядь посчитай еще раз его расходы теперь прибавит к этому ко всему то что человек который согласится приехать ему надо чтобы он кроме того что попробовал здесь на месте у меня ему надо собой дать пару тройку прутков олова собой надо дать пасту чтобы можно было сразу дома что-то делать человеку надо говорить я не буду обучать людей которые будут без спецодежды то есть спецодежду маска перчатки очки это на каждого ведь тут эти вот все расходы посчитай в кучку еще не забудь сюда прибавить что людей надо покормить целый день не говорит высчитай получи какую-то энную сумму подумай нормально это для вашего рынка или нет я вчера сел там такой список знаете всего по чуть-чуть там 5 евро там 10 евро там 2 евро наждачки там напильнички газ горелки газовые то 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 купить вытекая в общую сумму с учетом что же не надо два рабочих дня платить 1400 там 75 евро круче 1500 евро и округлил так это примерно предварительные просчеты сказал жене в принципе у нас курс обучения один день компания обходится в 600 евро вот его отправляют на два дня на обучение компания плачет 1200 евро я думаю что 150 евро ну я ему сказал цену да если на десятерых разделить я думаю что 150 евро это вполне адекватная цена я тоже понимаю что 150 евро это четыре с половиной тысячи гривен как бы не сильно и много но еще посчитать что людям надо сюда добраться как-то кому-то на поезде кому-то на машине свои там затраты расходы это еще набегает по чуть-чуть и поэтому становится вопрос если набирается группа энтузиастов да нужно девять человек еще то будем обговаривать жени дата его прилета и можно замутить на целый день это будет специально надо подобрать субботу чтобы и уже не совпало нормально чтобы он в понедельник нормально вышел на работу и чтобы не выдергивать его среди недели потому что среди недели это еще надо будет не за два рабочих дня за три рабочих дня ему платить то есть нужно еще девять человек мы набираем группу если все нормально определяемся что все нормально женик нам прилетает плюсом ко всему со всех плюшек которые говорит что можно дать людям чтобы как-то еще заинтересовать и показать что это не просто там бабки так вы никуда спустили и так далее в дальнейшем говорит сделаем скидку людям на олово 10 процентов то есть от того что ко мне олова приходит понятно что там будет наценки на все на расходный там все дела мне надо ездить на почту отправлять ему надо ездить то есть там небольшая будет накрутка то есть мы просто скинем эту накрутку 10 процентов и человек будет получать олова по той цене по которой она приезжает ко мне в украину для людей говорит это будет приятно потому что если чувак работает в течение года ну может быть там двух лет 150 баксов эти чисто на 10 процентов скинет 10 процентов на олова 10 процентов на пасты 10 процентов на гладилки на гладилки надо купить один раз они остаются на всю жизнь поэтому интересно в принципе идея такая неплохая интересная идем дальше кроме олова то есть теоретической части по работе на кузове с оловом практической части он еще говорит если останется время там хотя бы пару свободных часов все-таки человек работает в германии в кузовном ремонте именно от volkswagen отвечу говорит на любые вопросы по кузовщине работе в германии как положено нормы стандарты и так далее ну и какие-то там из личного опыта информация то что люди захотят говорит расскажу все чтобы успевать по времени вот такая у меня есть идея если вдруг кому-то интересно но только опять же для тех кто на территории украины потому что с других стран государств не знаю как тут границы чтобы не было никаких проблем и чтобы не получилось что человек скажет да а потом просто напросто не приедет потому что мне билеты же не надо купить заранее проплатить сюда надо в украину привести олова килограмм 50 наверное чтобы она лежала у меня пасты пасты будут для каждого отдаваться по 250 грамм баночки для тренировок будет куплена килограммовая банка пасты на которой все будет собственно показываться кроме этого же несколько я распечатаю привезу из германии поскольку он имеет аккредитацию учить людей я распечатаю немецкие дипломы с фамилиями тех кто будет проходить обучение и там будет стоять его штамп печать то есть люди еще получат сертификата прохождение обучения у немецкого скажем так у немецкой компании это тоже так неплохо у нас в украине знаю что никто не выдают сертификаты о лужении кузова как это положено делать сегодня у нас 1 июля у меня в планах если все будет срастаться получаться сделать эту движуху где-то на конец июля потому что раньше сомневаюсь что получится как-то быстрее очень много организационных моментов очень много мы еще ничего ко мне не доставили даже не попробовали чудо ставить неизвестно сколько будет ехать у лава какими путями она будет ехать и сколько все это будет стоить но цена примерно как бы примерно просчитано точно и сейчас высчитать не получится пока мы не сделаем первую такую пробную дай бог чтобы все получилось пробное обучение тогда можно будет точно высчитать и сказать допустим это стоит там или дешевле там на 20 30 евро или это не имеет вообще никакого смысла и должно стоить дороже там на 20 30 евро как-то так кстати кто не подписан на женин канал кузовной ремонт германии подпишитесь он там он там четенько показал как работать с оловом более подробного видео я ставлю ссылку на это видео более подробного видео в интернете но я пока что не видел вот этот человек может приехать ко мне сюда и научить нас работать олово если 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 у кого-то реально есть интерес но это опять же для граждан украины пишите мне facebook а лучше в instagram ссылки есть в описании там это обсудим и кому если интересно кому надо я распишу все до 1 евро что на что уходит чтобы люди не думали что я на этом что-то хочу заработать или нажиться я чутенько распишу и вы увидите сумму которая даже чуть-чуть там переплевывают в 150 евро если коснуться еще того что мне нужно кстати кстати если кому надо я могу поехать в киев и забрать людей оттуда чтобы привести отвести в этот день на обучение то есть человек грубо приедет на ж.д вокзал я его туда заберу я туда привезу чтобы не было проблем с маршрутами потому что на автобусах кататься это просто может выпасть и на часть времени из обучения как-то так такие вот у меня мысли ваши мысли в принципе пишите коменты пообщаемся пока что актуально повторюсь только для тех кто живет в украине потому что с нашей ситуации в стране сложно сказать что если кто-то хочет приехать из россии или белоруссии нормально пересечет границу